всех приветствую дорогие зрители канала герчик его с вами Виктория Осипчук тема данного видео будет про глобальный и локальный тренд в этом видео расскажу что такое локальный тренд чем они отличаются и вообще зачем нужно трейдеру обращать на это внимание прежде чем анализировать начнем с определения что такое глобальный тренд это когда цена идет направлении построен построенных линий ценой движет крупный гроб на крупном таймфрейме локальный тренд это когда цена идет направлении построенных линий ценой движет локальный гроб внутри дня сейчас я вам покажу как выглядит это шаблонно то есть когда инструмент в основном что такое что такое когда мы говорим крупный гроб движется на крупный гроб он появляется на крупный крупных тайп фреймах начиная от дневного графика и выше если мы берем дневку и мы видим на дневном графике тренд в данном случае восходящий тренд это называется глобальный тренд у нас смотрится вверх глобальный тренд восходящий локальный тренд это так называемые откаты против тренда так называемого контр трендовое движение это называется локальные движения то есть так называемые откатой глобальный плане смотреть но они считаются трендами внутри дня то есть если вы зайдете на часовик данный откат например на дневке это два бара а на часовики полноценный идет поэтому на минутках поэтому мы называем если это локальный тренд то это внутри дня то что внутри дня что означает внутри дня это вы смотрите часовик минутки да все этой премии которые строятся не больше дня до 4 часовика то есть до дня до дневки поэтому а локальный тренд он рассчитан на внутреннюю торговлю я сейчас покажу вам на графике как это выглядит все таки на графике вот доллар иена дневной график вот у нас тренд нисходящий по доллар иене и вот эти вот коррекционные движения так называемый контр трендовый да вот изломов вот изломов они идут уже а как считается как локальный тренд здесь мы видим просто 4 бара идут да то есть просто но если мы перейдем на часовик там достаточно будет хорошее такое направление будет такой восходящий тренд локальный внутри глобального несходящего движения я сейчас вообще объясню почему это важно потому что трейдер бывает не обращает внимание на глобальное настроение рынка и просто так будет например ставит лонги и ждет саботком глобально а в итоге у нас просто продавливает крупный игрок и инструмент дальше не идет далее вот здесь коррекционное движение вон то есть на дневке мы это видим просто как пары идут друг за другом на минутку допустим это будет полноценный полноценный тренд где мы можем построить линии где у нас есть полноценные такие откаты то есть полноценный тренд где максимум минимум да то есть четко в одной плоскости расположены ситуацию рассматривать здесь это просто у нас проторговочка да по тренду то есть какой-то выкуп коррекционный проторговка мы ушли то есть если не могу сказать что то хотя а если брать вот эти два бара вот эти два бара основные также пяти минутка возможно покажет в этих барах такой достаточно тоже хороший восходящий тренд зачем мы смотрим прежде всего вообще анализируем рынок и смотрим тренд если он есть на рынке а для того да если вы например торгуете контртренд контртренд больше рассчитан на такой быстрый заход более на быстрое движение да если вы торгуете внутренняя значит вы торгуете внутренняя смотрите часовик и ловите какие-то несколько часов движения если вы торгуете дневку и торгуете на дневке например да коррекционное движение лоб то вы можете подождать там два-три дня максимум то есть говорит о том что если вы торгуете контртренд да в глобальном направлении то есть против глобального направления то рассчитано не на долгое время и а здесь важно так потому что а то а в контртренд он всегда тяжелее идти то есть игроку вообще против круглого игрока локальному скажем так ему всегда тяжелее идти поэтому здесь это в первую очередь учитывать то есть если инструмент прошел 50 процентов вы примерно рассчитывать по на 30-40 процентов примерно так почему если мы говорим движение по тренду она более сильная она более объемная и атак бывает даже вдвойне проходит инструмент потому что это движение по тренду по тренд всегда легче идти да тем более когда инструмент выходит из зоны коррекционного дата так называемые ближние тесте либо после накопления во первых у него идет обнуление раз во вторых он проходит в свой второе то здесь первое то здесь у нас второе то если мы идем в контртренд здесь мы проходим только один если вы обратите на это внимание просто посмотрите проанализируйте графики вы увидите эту закономерность поэтому локальные тренды торговать можно да но вы должны понимать что это сценарий как бы в контртренд и тут нужно быстрее реагировать быстрее находить рассчитывать конкретно на какой-то я рекомендую конкретно на атрар все-таки нежели чем по тренду когда вы торгуете по тренду вы можете осмотреть собнуление вы можете торговать пробой здесь совершенно другой подход в принципе все что хотел сказать данное видео если вам видео понравилось ставьте лайк это ваша благодарность также подписывайтесь на наш канал герчи по чтобы не пропускать следующие видео и всем успешного обучения